МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество выявленных случаев в Севастополе заражения коронавирусом на этой неделе увеличилось больше, чем в два раза. На прошлой неделе у нас была цифра 12, заболевших на сегодня 25. Из них один годовалый ребенок. Несмотря на это, город надеется на послабление режима. Вот так вот стремительно развиваются события. Добрый вечер, в эфире программа «Развожаев. Главное за неделю». Меня зовут Полина Кольт, в студии временно исполняющей обязанности губернатора. Михаил Владимирович Развожаев, добрый вечер. Добрый вечер, Полина. Добрый вечер, уважаемые севастопольцы. Начнем с главного. У нас было много заражений на этой неделе, 13 случаев, если считать с прошлой пятницы. Однако это уже менее тревожно воспринимается. Это не заражение, это подтвержденные диагнозы. Люди заразились, получается, чуть раньше. Они находились, понятно, в больнице Даши Севастопольской, потом в обсерваторе, в девятой больнице. По сути, это подтвержденные случаи. Но, слава богу, это те самые очаги, которые уже были выявлены и локализованы. Пока у нас, нам позволяет, так сказать, надеяться на лучшее, с учетом наших достаточно жестких мероприятий по въезду в город и по контролю за теми, кто все-таки возвращается из регионов наших севастопольцев. Мы их действительно контролируем, и это вообще известно. И на этой неделе огромное количество рейдов выборочных прошло. Так вот, эти меры все-таки позволяют нам не получать новых очагов. Пока их нет, можно чувствовать себя относительно спокойно. Хотя вы правы, динамика очевидна, и нельзя сказать о том, что мы сейчас находимся в каком-то состоянии, когда вот-вот все закончится. Конечно же, нет. Наоборот, мы говорим о том, что мы сейчас находимся в самой рискованной, к сожалению, зоне. В самой рискованной зоне, когда пик может быть молниеносный, и люди, которые приехали и по каким-то причинам не соблюдали никакие режимы, которые мы рекомендуем. И при этом приехали заболевшими, они могут дать вспышку в городе в любой момент. Но получается, все, кто были выявлены на этой неделе, это уже те, кто были под наблюдением, да? Абсолютно верно. И даже вот сегодня, это завтрашнюю сводку пойдет, сегодня еще один подтвержденный диагноз, то есть, получается, 26-й. До пятера человек у нас выписаны, выздоровели. Вот, ну, сейчас 25 подтвержденных диагнозов, сегодня 26-й. Это тоже человек, который, значит, соответственно, у нас давно уже находится в инфекционной больнице. Его из дома забрали из режима самоизоляции, но, тем не менее, сегодня подтвердился его диагноз. Он был с пневмонией, значит, вначале первичный был, сейчас вот референс пришел. Вот сегодня у нас уже, можно сказать, 26. Еще один случай дополнительный. Но тоже случай, который уже был под контролем человека. Мы знаем точно, что его забрали из дома, он был на самоизоляции, так сказать, вернувшись в наш севастополец, вернувшись из, соответственно, неблагополучных регионов, в которых инфекция сейчас активно развивается. И, соответственно, вот он сегодня в инфекционной больнице, но состояние средней тяжести. То есть, итого у нас 26, 21 получается в больнице. 26, да, совершенно верно. Пятеро выздоровели. И сегодня, по моей информации, еще одну женщину должны были выписывать. То есть, это была шестая выздоровевшая, так сказать, переболевшая коронавирусом. Ну, пока вот такая динамика. Но что будет на следующей неделе, на следующей неделе непонятно. Хотя мы соблюдаем еще раз все режимы, в любой момент, как я говорю, в любом месте может у нас появиться человек, которого мы привезем, а окажется, что он не соблюдал режим самоизоляции, не знаю, находился в каком-нибудь там трудовом коллективе, который сейчас достаточно большое количество все равно работает, что мы же не остановили промышленные предприятия и так далее. Все может быть в любой момент. А я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон 417-505. Звоните. Также у нас идет трансляция в нашей группе СТВ во Вконтакте. Можете под ней задавать вопросы. Вообще, на этой неделе, Михаил Владимирович, уже были такие признаки того, что вроде ситуация под контролем, и севастопольцы стали ждать того, что будет послабление режима, будет что-то открываться. У нас на этой неделе заработали оптики, вот, например. И люди надеются, что какой-то бизнес уже сможет работать. Вы понимаете, вот на самом деле совершенно очевидно, что практически уже три недели, ну, фактически три недели в режиме с 1 апреля жесткой. Находимся мы, жестких соблюдений ограничений до этого были частичные, только для наших пожилых граждан. Но совершенно очевидно, что просто город начинает все-таки привыкать жить в повышенных санитарно-эпидемиологических требованиях. Все равно все-таки большинство людей, это разумные люди, которые прежде всего, в общем-то, не реагируют на какие-то указания власти, а все-таки беспокоятся, прежде всего, о здоровье своем, собственных детей, своих пожилых родителей и так далее. И они начинают просто аккуратно себя вести в городе. То есть действительно ездят исключительно за продуктами. Мне многие пишут, жалуются, что сегодня был в таком-то магазине, там никто не призывает соблюдать режим самоизоляции, вот некоторые не соблюдают, ну, режим там социальной дистанции и так далее. Значит, мы вот соблюдали, мы сделали замечания и так далее. Все-таки первично, да, это чтобы люди поняли, что все серьезно, и от них самих зависит, насколько придется соблюдать вот уже жесткие меры, установленные властями. Понятно, что мы не сможем бесконечно сидеть дома, потому что, ну, никакая экономика, никакие государственные запасы, финансовые, в том числе резервы, не позволят, значит, продолжать вот в таком духе политику. Просто город должен перестроиться, люди должны перестроиться, люди должны сами отвечать за свое здоровье, за свою жизнь. При этом мы максимально стараемся соблюсти внешние, закрыть внешние периметры в режиме полного контроля происходящего. Все-таки гораздо меньше людей после всех моих заявлений на федеральном уровне, что в Севастополе, ну, сегодня делать нечего, нечего сюда приезжать отдыхать, у нас здесь не отдых, мы боремся с коронавирусной инфекцией. И город в таком достаточно напряженном положении сейчас находится с точки зрения там внутренней организации. Поэтому в чем мысль? Мы, люди, прежде всего, сами перестроили свое отношение к этой проблеме, перестроили свои привычки, значит, свои подходы и так далее. И это позволит нам все-таки потихоньку внутри, значит, открывать те или иные сферы жизни. Но опять же, при жестком соблюдении новых санитарно-эпидемиологических подходов. То есть совершенно очевидно, действительно об этом говорил. Я понимаю, что нам надо будет в ближайшее время открывать все, что, ну, вот те же самые частные стоматологии. Потому что понятно, что в режиме чисто работы по экстренным случаям, работать нерентабельно, и они просто не будут выводить персонал. Поэтому разрешим им работать. Ну, соответственно, они дадут соответствующие необходимые документы, соблюдение режима подпишут. И такие сегодня документы Крымско-Севастопольский Роспотребнадзор мне вчера главный санитарный врач направил. Перечень условий, при которых можно те или иные, значит, виды деятельности открывать. Очевидно, что мы откроем стоматологию. Очевидно, что надо будет открывать парикмахерские. Все, что потому что, ну, это тоже очень востребованная услуга. И я боюсь, что она просто каким-то образом уйдет в теневую сферу и будет еще хуже, если будет огромное перемещение или приемы на домах, на квартирах, где-то еще. И это дополнительно... И там, конечно, сложнее гораздо будет соблюдать ту же самую санитарно-эпидемиологические нормы. Если мы их откроем официально, попросим все-таки бизнес отнестись ответственно, чтобы в зале там было не больше одного, или, если это большое помещение, двух, или отдельные кабинеты с масочным режимом, с дезинфекцией и так далее. Я думаю, что точно мы им разрешим работать в таких условиях. Посмотрим еще по... Ну, вот что касается торговли непродуктовыми товарами. Тоже большое количество там призывов, особенно маленькие магазины, которые говорят, что они смогут соблюдать. Будем смотреть здесь. Точно, я об этом уже говорил, дал указание, что все, что... Все, кто организовывает интернет, торговлю, всем выдавать пропуска на то, чтобы организовать автомобильную доставку курьерским способом, до двери оставлять, соответственно, после расчета на банковскую карту. Поэтому целый перечень мы сейчас обсуждаем. В понедельник уже мы точно внесем на правительство изменения в указ. За следующую неделю, там, до 1 мая, предприятие, которым будет разрешено, вот это те, которые я перечислил, может быть, еще какие-то виды, мы тоже посмотрим дополнительно. За неделю эти предприятия подпишут соответствующие документы соблюдения санитарно-педиологического режима. И с 1 мая смогут открываться и работать. Ну и, конечно, будем обеспечивать за ними контроль выборочный. И, конечно, так же, как я говорил, и по продуктовым магазинам. На этой неделе по некоторым были очень жесткие последние, что называется, замечания, которые приведут к закрытию, если люди не будут соблюдать, введя разрешенные деятельности, санитарно-педиологические нормы. Таким образом, учитывая, что, понятно, я уже раз в раз здесь говорю о том, что все ждут, когда эпидемиологическая ситуация, перелом наступит в столице, в Москве, в Санкт-Петербурге, мы понимаем, что там еще перелом не наступил. В Севастополе, с учетом соблюдения всех мер и вот той численности, мы в последнем десятке регионов по количеству заболевших сейчас находимся. Понятно, что ситуация может очень долго продолжаться, и эти могут появляться вспышки и так далее. Мы же не можем все равно, как я уже говорил, в таком режиме находиться бесконечно. Поэтому нам просто нужно будет научиться в городе жить с соблюдением санитарно-педиологических норм и с максимальным контролем въезда и с минимальным, так сказать, только при самых необходимых, так сказать, условиях выезда и возвращения в город, и опять же с соблюдением этого карантина. Вот просто сейчас речь идет о том, что чтобы мы нормально, так сказать, в городе далее освободили максимальное количество сфер жизни, эти сферы и все поведение должно научиться жить по-другому в условиях вот этих карантинных ограничений. А сколько они будут продолжаться в таком режиме, даже если будет отменена полная самоизоляция, это не значит, что нужно будет отменить вот эти новые правила. Сколько это будет продолжаться, посмотрим, как будет развиваться дальше коронавирус в стране. А я напоминаю, телефон прямого эфира 417-505, и у нас уже есть первый дозвонившийся. Алло, добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, представьтесь, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Надежда. Очень приятно, Надежда. Меня вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, вчера было заседание законодательного собрания, и на нем принимались поправки в постановление, и в том числе в перечень деятельности, которая признана особо пострадавшей. И там указаны ОКВЭДы, видов деятельности. Подскажите, пожалуйста, чем руководствовались эксперты и не внесли все ОКВЭДы, которые относятся к непродовольственным товарам. Например, ОКВЭД 47.8. Это что, торговля чем ОКВЭД 7.8? Я, к сожалению, все ОКВЭДы наизусть не знаю. Это торговля непродовольственными товарами на рынках. Ну, я точно формулировку сейчас вам не скажу, потому что он включает в себя очень много подгрупп. Смотрите, Надежда... Здесь очень много предпринимателей, которые беспокоят этот вопрос. Надежда, все... Они обсуждают это, я знаю, потому что это мои коллеги. И меня этот вопрос очень беспокоит. Мы бы хотели, чтобы ваши эксперты и вы лично обратили внимание на этот вопрос. Потому что таких людей очень много оказалось, которые остались без поддержки государства. Понял, Надежда. Значит, смотрите, по поводу мер, которые мы принимали на законодательном собрании краевым, но нашим городским региональным законом. Это меры, которые касаются региональных списков. Ну, региональный, так сказать... Это региональный список предприятий, особо пострадавших. Есть еще федеральный список. Вот в региональный список мы принимаем законом те перечни, которые не вошли в федеральный список. Потому что если предприятие в федеральном списке, то не нужно регулировать региональным законодательством. И это предприятие и так подпадает под все меры, которые принимаются. Вот я, конечно, еще уточню обязательно после эфира, но совершенно очевидно, что торговля непродовольственными товарами на данный период, как она закрыта, она является пострадавшей отраслью. И, насколько я знаю, правительством Российской Федерации внесен в федеральный перечень пострадавших направлений. Поэтому вы и ваши коллеги должны в этом смысле не переживать, и все меры поддержки, которые, соответственно, установлены для пострадавших отраслей, будут, соответственно, предоставлены. Но я еще обязательно после эфира по вашему конкретному АКВЭДу и по этой ситуации уточню, и вам позвонят и проконсультируют вас. Либо вы можете и сами, и советовать всем своим коллегам звонить в Центр мой бизнес. У нас там постоянно работают консультанты, которые как раз по всем мерам поддержки, по моему поручению, все, что касается наших экономических мер, все, что принимает экономический штаб в Севастополе, вот сегодня по содействию экономики в коронавирусный период, все там получают самую первичную информацию и для того, чтобы консультировать, прежде всего, предпринимателей. Но, насколько мне известно, у вас проблем здесь не должно быть с мерами поддержки. На прошлой неделе в нашем эфире вы рассказали про выплаты для школьников, как оказалось, это потом в итоге выплаты для всех детей. Вначале было условие, что это только для прописанных и зарегистрированных в Севастополе. Потом вы приняли решение, что убрать это условие. Чем это было продиктовано, собственно? Ну, я говорил об этом на заседании правительства. Действительно, я просто после того, как эти вещи озвучил, конечно же, мы прежде всего хотели ориентироваться на поддержку наших, условно говоря, севастопольцев, которые, соответственно, находятся здесь в городе, у которых легальная регистрация, которых мы понимаем, видим и так далее. Честно говоря, по моим ощущениям, это должно было быть 90% наших школьников и, соответственно, детей, которые посещают вузы и так далее. Но после того, как начали отрабатывать эту базу, начали отрабатывать в том числе с миграционной службой, выяснилось, что у нас, условно говоря, 80 тысяч детей, только 30 тысяч имеет постоянную или временную регистрацию. Разные жизненные ситуации есть у родителей и живут здесь всю жизнь в Севастополе или там приехали или всегда жили, получили наследство, еще что-то. Детей просто не регистрировали, ну, потому что вот просто не регистрировали и все, потому что не было такой потребности. Другие там много лет тоже там живут в городе, никогда до этого руки не доходили. Некоторые снимают жилье и хозяева, ну, и владельцы жилья работают здесь, платят налог на добавленную стоимость. Ну, то есть, налог на доходы физических лиц, ну, это один из основных налогов, который в том числе пополняет городской бюджет. Платят, работают, много лет живут, но снимают жилье, не имеют возможности приобрести собственное. Владельцы жилья не соглашаются регистрировать детей, ну, потому что есть вот это вот какое-то такое ощущение, что потом, если это ребенка зарегистрируешь, а захочешь расстаться и разорвать трудовые арендные отношения, то возникнут какие-то бесконечные сложности с властями и так далее. То есть, огромное количество вот таких историй. На самом деле, это, конечно же, не очень все здорово, потому что это сильно искажает картину вообще, как выглядит Севастополь на федеральном уровне, потому что все наши бюджетные дотации, когда мы защищаем бюджет на федеральном уровне, исходят, конечно, из официальной численности, эту статистику берут. У нас она абсолютно перевернутой картиной оказалась. Но здесь я говорю, что в этом смысле этот кризис, он помогает очень много управленческих решений на будущее принять. Но из-за того, что сейчас вот такая ситуация, я просто не мог упорно следовать плану и просто не замечать людей и не замечать реальной картины. Это совершенно неправильная была бы ситуация, и она бы привела к большому острому социальному конфликту в городе. Поэтому мной было принято решение. У нас понятно, что все дети, они так или иначе числятся в школах, в учебных заведениях. Есть только единственное, которое мы не видим, система не охвачена. Это те, которые от нуля, а мы приняли решение, приняли решение от нуля до восемнадцати, до совершеннолетия всем выплатить заявительным порядком, естественно. Потому что все-таки есть, наверное, люди, которым не принципиально три тысячи, а другим они очень нужны. И поэтому такой расширительный список. Но долго думали, как это сделать, заявительный принцип. Все-таки через... Почему вот вначале там была информация, что через школы просто достаточно, что учителя будут через списки это делать. Мы все-таки приняли решение, чтобы все эти заявления пошли через наш портал, через, условно говоря, портал, через обращение граждан. Во-первых, мы все-таки фиксируем всех наших граждан. Тут заявляется, там контактный телефон. После этого все-таки будем вести работу и принимать какие-то решения, чтобы все-таки стимулировать к севастопольцев, тех, кто здесь принял решение жить, работать, чтобы все-таки они нормально легализовали и себя, и своих детей, и чтобы мы в этом смысле могли получать большие доходы для города, из федерального бюджета, показывать реальную картину жизни в городе и рассчитывать на разные программы, которые есть. Ну и, в общем-то, опять же, это сегодня такое решение принято. Хотя, честно сказать, условно говоря, какой-то в другой раз, и если это будут не во власти губернатора, а, допустим, во власти федеральных органов, и какие-то будут выплаты делаться, вполне возможно, что так решить не получится. И просто кто-то останется за бортом этой социальной помощи, потому что не нашел времени, возможности, или ему кто-то помешал нормально, так сказать, выполнить все требования законодательства, в том числе и по регистрации временной хотя бы детей в том городе, где ты живешь и работаешь. Поэтому такое решение было принято. Сегодня вот уже к моменту эфира я специально уточнил. Все непросто, как бы, конечно, идет. Очень большое количество, все-таки, несмотря на то, что мы подробно с вашей помощью объясняли, как это заполнить, достаточно простое заявление, особенно для тех, кто учится просто в школе, все равно много ошибок при заполнении, ошибок в номерах счетов, поэтому некоторые средства уже даже отправлены и возвращаются. На сегодняшний момент 10 тысяч человек уже получили выплаты, то есть деньги направлены, и еще где-то порядка 10 тысяч сейчас в обработке находится, а всего уже более 60 тысяч заявлений поступило. Выплаты будут продолжаться в том порядке, в котором есть, даже если вдруг некорректно заполнено заявление, ничего страшного, об этом обязательно мы вас уведомим, попросим еще раз написать это заявление, уточнить там реквизиты. Все, кто обратится в этих условиях, все эту выплату получат. Еще раз повторю, на сегодняшний момент 10 тысяч ребятишек уже, на 10 тысяч ребятишек уже эти выплаты физически отправлены, и люди их уже получили на своей карточке. Ну, то, что люди получают, заметно, потому что сейчас идет трансляция ВКонтакте у нас в группе СТВ, и вот Мария пишет, что сегодня уже получила 3 тысячи рублей. У меня коллега сегодня рассказывала, что им звонили с детского сада и говорили, вот вам надо заполнить, то есть образование тоже подключается, чтобы всех потянуть. Вот тут просто началось там, вот пытаются там, вот мы написали на сайте, а теперь нам звонит наш классный руководитель, говорит еще раз отправить всю эту же информацию. Но вот действительно, мы просто, вот еще раз объясняю, почему нужно было через сайт. Потому что я хотел, чтобы официально эти, и это было бы правильно, чтобы официально эти данные были защищены, чтобы люди обратились соответствующим образом через официальный источник, через защищенный канал связи, приложили свои документы, которые касаются там пенсионного свидетельства, по которым будет верифицироваться, что выплата состоялась. Это правильный путь, который как бы прежде всего защищает в том числе персональные данные родителей и детей. Второй момент, что когда этот человек попадает, ну как бы это заявление попадает в департамент образования, уже решение о выплате оформляется школой. То есть комиссия, созданная в школе. Соответственно, заявление, где написано родителям, в какой школе и в какого года рождения ребенок перейдется в школу. Понятно, что когда комиссия начинает отрабатывать, у них тоже есть все данные на школьников, но они собираются в школах. И мало того, школа должна идентифицировать, что этот ребенок действительно у них есть, потому что они подписываются за выплату этих денег. Соответственно, комиссия в школе, если видит, что есть какие-то расхождения данных, они звонят, понятное дело, родителям или классные руководители, и эти данные уточняют. Но в том числе, конечно же, учителя, надо здесь им огромное спасибо сказать. В эти дни, кроме заочного обучения, которым они занимаются, еще на них огромная нагрузка легла по поводу организации вот этой социальной помощи, нашей материальной выплаты в 3000 рублей. Они, конечно, переживают, чтобы эти деньги дошли, поэтому они, конечно, могут где-то из черт, больше документов попросить, свериться, номер счета и так далее. Просто для того, чтобы люди получили эту выплату. А вот, кстати, еще один вопрос был из сети. Спрашивали по поводу, у меня он просто уже куда-то убежал, по поводу документов, продлят ли действия справок, срок годности, или их сейчас надо идти оформлять, потому что, говорят, в пенсионный фонд женщина обратилась, ей сказали, что надо заново идти в справки. Они сейчас будут действовать? Это по поводу, что снился? Да, да, да. Хотела снился получить? Да. Вот мы сейчас с этим работаем. На самом деле, конечно же, это общая федеральная политика, и правительство очень четко и жестко по этому поводу дало пояснение федеральное, то сейчас все федеральные органы никакие справки не должны требовать у людей собирать по новой. То есть все действует как бы на момент начала карантинных мероприятий. Если просто есть какая-то отдельная ситуация, я все-таки прошу звонить по этим ситуациям в наш единый штаб по борьбе с коронавирусом, эти ситуации обозначать. Тогда они будут у нас попадать в работу, и мы будем, значит, отдельно разбираться по таким ситуациям. Как сейчас вот разбирались в том числе и с банками, чтобы здесь тоже, надо сказать, все с пониманием относятся, помогают уточнять реквизиты, и там дистанционную выдачу. Сейчас мы прорабатываем, чтобы те, у кого нет карточек или там счетов открытых, ну, кому нужно получить выплату, чтобы можно было дистанционно этот счет открыть, и соответствующим образом эту выплату все-таки получить, не стоя в очереди и так далее. Понятно, что идеальных систем не бывает. Понятно, что есть сбои, шероховатости, но главное, это, ну, задача поддержать людей, и мы точно эту задачу доделаем, и все, какие будут у нас шероховатости на пути, так или иначе будем отрабатывать и решать. И это нам позволит, в том числе, если понадобится делать эту работу еще раз, сделать ее более совершенно. Таких, в таких объемах и в таком порядке в Севастополе выплат не производилось. В основном же получают социально незащищенные категории, по ним все уже давно отработано, по этим людям, есть они все заведены в базу данных, есть их все банковские реквизиты. Если какая-то мера вводится, она очень быстро доводится до получателя. Когда это массово, это, конечно, совсем другой объем работы и совсем другие, так сказать, технологии. Сейчас мы, а я отдал поручение уже разработать, чтобы был там личный кабинет, чтобы еще в более простом режиме, если надо будет людям повторно обращаться, мы внесем изменения в порядок через единую систему идентификации, авторизации, ИСИА, так называемая. 70% севастопольцев, кстати, в ней зарегистрированы. Вот через эту систему, возможно, можно будет подать повторное заявление, если не получится с первого раза получить выплату. Но еще раз говорю, мы все равно, так сказать, у нас это все до 1 июня, поэтому все, кто подаст такое заявление, кто попал в эту рамку, все получат эти выплаты. На этой неделе было очень важное открытие, у нас запустилась лаборатория. То есть раньше, чтобы выявить ковид, надо было ввести анализы в Симферополь, сейчас это можно сделать у нас. Какой вообще объем работы, сколько может в день принимать? И очень был популярный вопрос по поводу того, что можно ли там платно сдать? Ну, платно точно нельзя, да и не нужно на самом деле ничего сдавать платно. Еще раз говорю, что лабораторию, которую мы открыли, она прежде всего нужна для того, чтобы нам более, так сказать, вот все, что касается случаев пневмонии, ОРВИ или контактных групп, все равно все будут брать специалисты Симферопольской противочумной лаборатории, потому что там нужно очень точно дать сразу же подтверждающий анализ. Наша лаборатория признана сейчас максимально отвечающей всем возможным стандартам. То есть мы, поэтому у меня была мысль, что она должна, я хотел, конечно, чтобы она там в понедельник-вторник запустилась, в итоге запустилась в четверг, но это было потому, что мы выполнили все дополнительные условия, там полностью соблюден цикл, технологии. Вот я уже показывал вчера ребятам-журналистам, уже первые все эти тест-системы появились. До, условно говоря, у нас, значит, 84 можно делать, значит, соответственно, теста, за один раз загружать. Уже первые, так сказать, первые мы, так сказать, сделали вчера результаты. Мы начали тестировать, прежде всего, медицинских сотрудников, инфекционной больницы, обсерваторов, ну, то все, кто работает, с, значит, соответственно, с опасной самой категорией, ну, с пациентами, у которых подтвердился коронавирус. В дальнейшем, конечно, мы будем эту лабораторию использовать также вот для контроля, прежде всего, здоровья медицинского персонала, ну, и в том числе, как бы, там, где-то у нас есть люди, которые на блокпостах работают, у нас есть волонтеры, которые в том числе помогают пожилым гражданам, и мы должны точно быть уверены, что их здоровье в порядке, и они нигде ничего, значит, соответственно, никому угрозы сами не представляют. Поэтому вот такие планы для нашей лаборатории. Это такая, условно говоря, система баланса безопасности. Она точная, хорошая, ну, если плюс, еще у нас, не дай бог, возникнут какие-то авралы с точки зрения необходимости обследования, но тоже это будет дополнительная возможность быстро, качественно узнать результаты и принять соответствующие меры. Вы на этой неделе как раз выкладывали пост про новую лабораторию. Было очень много комментариев, и вот я нашла самые популярные из них. Добрый вечер. Лаборатория может выявлять антитела на COVID-19? Если нет, то какая перспектива в тестировании севастопольцев на антитела? И насколько это актуально? Я понимаю этот вопрос, он очень популярный не только в Севастополе, и во всех городах о нем говорят, огромное такое, есть какое-то мнение, что большая часть уже давно переболели коронавирусом, просто об этом не знали, и поэтому, значит, соответственно, надо сроченько сходить, узнать, что у меня есть антитела, и, в общем, понять, что режим самоизоляции, все эти меры никаким образом меня не касаются. Ну вот сейчас то, что говорят официальное здравоохранение, которое вот, значит, во-первых, все эти тесты на антитела, ну, достаточно сомнительные, и, условно говоря, то, что предлагается особенно частными лабораториями и так далее, не говорит о том, что вот вы точно там переболели, и вот это вот стопроцентная панацея, что у вас есть иммунитет. Никто не понимает особенности иммунитета. Да, сейчас говорят о том, что вот будут только проводиться эксперименты, что те, кто точно в условиях там стационаров инфекционных прошел курс лечения, выздоровел после коронавируса, но при этом там идеально его состояние здоровья совершенно идеальное, он не отягощен больше никакими заболеваниями, попробовать взять плазму крови, попробовать ее, значит, ну, условно говоря, как вакцину использовать и так далее, но это все пока в уровне такого теоретизирования. Поэтому, ну, это точно не панацея, не как бы, не амулет, что ты можешь дальше как бы не переживать жить своей жизнью и, в общем, наплевать на все ограничения и условия. Поэтому в этой лаборатории никакого теста на антитела делаться не будет. Это лаборатория для выявления вируса, наличия вируса в организме, который нам поможет понимать, что человек, ну, либо заболел, либо не заболел, контролировать эту ситуацию. Как только, вот, официальная медицина наше, Министерство здравоохранения, главный санитарный врач скажет, что есть теперь четкое понимание, что есть исследование на антитела, и оно там совершенно там валидное, как говорят специалисты, да, то есть соответствует четкому пониманию. И что этот анализ говорит о том, что человек не может больше заболеть, об этом, конечно же, ну, точно все будут знать, это будет официальная информация, она будет озвучена на федеральном уровне. И, естественно, мы постараемся, чтобы максимально быстро в Севастополе такие тест-системы появились, и, значит, мы начнем тоже тестирование граждан. Но пока такого нет. А я напоминаю, телефон нашего эфира 417-505, у нас есть дозвонившийся. Алло, добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло, алло. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте, говорите, представьтесь, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Столяров Андрей Викторович. Андрей Викторович, подскажите, пожалуйста, в следующей неделе у нас пламинальная неделя. Будет ли возможность посещения классовищ? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я говорил на прошлой неделе, Андрей Викторович, спасибо за вопрос. Действительно, очень важный. Действительно, у нас родительский день на предстоящей неделе у нас будет во вторник. Но с учетом склада все-таки такой напряженной эпидемиологической ситуации, с учетом, что если мы этот день, так сказать, открыто разрешим посещать кладбище, это будет огромное скопление людей. И очень вероятен, ну, при минимальном, там, один-два человека, которых мы, допустим, ну, кроме того, конечно, пожилые люди захотят поехать и нарушить режим самоизоляции, это очень будет рискованная ситуация в сложившейся обстановке. Поэтому все-таки мы рекомендуем всем севастопольцам не посещать кладбище и перенести эти мероприятия на, может быть, после майских праздников, когда ситуация, может быть, станет более стабильной. Поэтому сейчас всем гражданам, моим указом, рекомендовано не посещать кладбище. Значит, соответственно, кроме, ну, тех самых, понятно, очевидных вещей, которые связаны с похоронами, просто для поминовения все-таки не приезжать на кладбище. Это официальная норма, содержится в указе, который уже подписан. Рекомендация не посещать. Что касается, соответственно, такого жесткого запрета, да, мы будем все-таки в этот день рекомендовать, условно говоря, руководству кладбища, администраторам, просто не открывать, соответственно, их для посещений. Потому что все-таки это очень опасно и нужно перенести эти мероприятия на более поздний период. Ксения вот пишет, что по Крыму с 1 мая будут работать заведения с определенными ограничениями. То есть это, видимо, имеется в виду там различные магазины. Да, и еще Екатерина тоже спрашивает, вот она говорит, кадастровый инженер по Крыму уже разрешат вроде как с 1 мая работать, ждет, а у нас ли будет такое послабление. Это мы каждый раз будем смотреть показатели, которые у нас по сводкам идут. Ну, смотрите, я еще раз сказал, в самом начале мы достаточно много времени этому уделили. С учетом того, что город перестраивается, и вот мы все равно не проводим массовые мероприятия, и непонятно, когда сможем их проводить. Вот болезненные, но необходимый вопрос все-таки не посещение кладбища в родительский день. Вот такие мероприятия, они будут сохраняться. Все, что касается работы экономики, мы начнем потихоньку отпускать. Поэтому перечень вот всех предприятий, которые у нас, которым всем будет разрешено при соблюдении ограничений работать с 1 мая, в понедельник мы этот перечень озвучим. Будет, так сказать, принята инструкция, как это делать. Доведены вот эти документы Роспотребнадзора, которые все владельцы предприятий, которые примут решение, открыться после того, как в указ будут внесены изменения, и эти сферы войдут в перечень тех, которым работа разрешена. Значит, вот эти предприятия, их руководство должно будет взять на себя ответственность за соблюдение всех эпидемиологических норм. И это не просто слова или формальность, это какие-то формальные бумажки. Если человек, руководитель предприятия, тот же парикмахерская, или салона красоты, или какого-то магазина подпишет эти ограничения, и потом выяснится, что во время работы произошло заражение, то это, конечно же, будут в том числе административные санкции. Надо будет брать на себя ответственность и выполнять этот режим очень жестко. Но, естественно, что, как я еще раз сказал, мы тоже достаточно такой расширенный перечень предприятий, в которых, ну, прежде всего, там, малого и среднего бизнеса, в которых можно соблюдать вот эти правила безопасности. Мы их с 1 мая также будем в Севастополе открывать. На этой неделе на правительстве заявлялось о том, что у нас пришли деньги для примирования врачей, это 16,37 миллионов. Какие в итоге суммы врачи получат? То есть у нас отдельно были те, которые от городского бюджета, а сейчас уже пришли федеральные средства. Ну да, прежде всего, то, что мы с марта начали выплаты, они все сохранятся. Это вот выплаты, которые мы говорили, что в первичном звене скорой помощи врачи получали у нас за март 22 тысячи дополнительного выплата. Средний медицинский персонал это в первичном звене и в скорой медицинской помощи. 22 тысячи врачи, 11 тысяч средний медицинский персонал, 4 800 младший медицинский персонал. Плюс у нас в стационарах, это вот инфекционные, другие больницы, которые работали с подозрительными по ковиду, по ОРВИ, по пневмониям. Это 27,5 тысяч врачи, 13 800 средний медицинский персонал и 7 200 младший медицинский персонал. Это выплаты, которые за март были сделаны из городского бюджета. Эти же выплаты будут в таком же объеме из городского бюджета, с учетом федеральных дотаций, сохранятся и в апреле месяце, и скорее всего и в мае месяце. Но к этим выплатам, начиная с апреля, добавляются не вместо них, а дополнительно. К этим выплатам врачи будут получать еще президентские надбавки. Но это более узкая категория, это те, кто оказывает непосредственную помощь в борьбе с коронавирусом. Это как бы скорая помощь и инфекционные госпитали, вот в нашем случае 9 больница. Это еще врачи будут получать дополнительно президентских выплат 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал 25 и младший медицинский персонал тоже 25. Поэтому, соответственно, это в скорой медицинской помощи. А вот прямо непосредственно в инфекционке врачи 80, средний медицинский персонал 50, младший 25. То есть, условно говоря, если у нас в инфекционном госпитале работает врач, он будет получать президентскую выплату 80, плюс 27 500 выплату региональную. То есть это будет больше 100 тысяч доплаты. А вот те, кто у персонала в инзумруде работает, это считается? Это считается абсолютно. Это у нас, получается, тоже сотрудники в обсерваторе, они непосредственно работают с коронавирусной инфекцией. С подозреваемой на коронавирусную инфекцию, они, конечно же, эти доплаты тоже будут получать. Ну, они там, в основном, средний и младший медицинский персонал, один врач. Они тоже эти выплаты, конечно же, будут получать. И городские, и президентские. Вообще сейчас севастопольцы очень внимательно относятся за тем, кто откуда приехал. И прямо даже могут стучать и спросить. Огромное количество, честно говоря, всяких слухов и сплетен появляется в интернете. И есть, наверное, объективные какие-то вещи, несмотря на работу на блокпостах и так далее. Везде, конечно, присутствует человеческий фактор. Но я вас уверяю, та система, которая сейчас выстроена, надает максимальную ситуацию контроля. Ну вот один вопрос из ваших соцсетей. У нас в доме проходной двор. Хозяйка сдала квартиру, возможно, нелегально. К ним ходят каждый день разные люди. Без масок, без перчаток. Тогда какой смысл сидеть дома на карантине? Ну, много таких вопросов. Рекомендация простая. Сообщить об этом в штаб борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы обязательно проверим эту ситуацию. Сейчас самую большую опасность, к сожалению, представляют нелегальную сдачу квартир. Но, опять же, я еще раз говорю, что все эти так называемые апартаменты или нелегальные гостиницы, конечно, они сейчас находятся в большой зоне риска. Если там, условно говоря, человек, который оттуда все равно рано или поздно, если приехал из региона, если, не дай бог, у него поднимется температура, он заболеет, и он будет забран в инфекционную больницу оттуда, то, соответствующим образом, вся тяжесть государственного наказания будет обращена в том числе и на того, кто такую нелегальную медвежью услугу оказал. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон 417-505. Кроме того, идет трансляция во ВКонтакте. В группе можете там оставлять вопросы и комментарии. На этой неделе я даже поймала такую записку. Нам зрительница принесла. Жанна Георгиевна спрашивает по поводу жителей осажденного Севастополя. Она говорит, как получали 3100, так и получают. Когда будут приравнивать к ветеранам? Я еще раз говорю, понятный вопрос. Закон о приравнивании жителей осажденного Севастополя к ветеранам Великой Отечественной войны, он подготовлен. Он сейчас находится в правительстве, в Министерстве социальной защиты. Сейчас проводятся последние согласования, доработки. Все нормы, которые мы хотели, чтобы в этот закон были внесены, все эти категории, ничего не пострадало. То есть закон в таком правильном виде, с учетом всех доплаты, в том числе и выплаты к 75-летию Победы, он готов. В ближайшее время он будет внесен на правительственную комиссию по законотворческой деятельности, после чего будет направлен из правительства в Государственную Думу. Я постоянно в контакте с нашими коллегами из партии «Единая Россия», которые находятся в Государственной Думе, с нашим рукоделем исполком партии, с Андреем Анатольевичем Турчаком. Здесь полная поддержка. Как только закон появится в Госдуме, максимально быстро он будет рассмотрен и принят в двух чтениях. Потом его подписывает президент, и, соответственно, наши жители осажденного Севастополя, после моего обращения к президенту, получат соответствующий статус. Очень хотелось, конечно, чтобы это случилось до Дня Победы. С учетом, понятно, сложившейся вот этой всей критической ситуации, с огромной загрузкой работы сейчас правительства, возможно, к 9 мая закон принят не будет, но он обязательно будет принят в обозримом будущем. А так как у нас весь год, это год 75-летия Победы, то все необходимые выплаты, даже если они не будут выплачены до 9 мая, они будут выплачены в этом году. И наши севастопольцы, их у нас 2 тысяч жителей осажденного Севастополя, все, что положено, все получат. Спасибо большое. Так, у нас еще на этой неделе депутаты приняли уже второй пакет мер антикризисных. И получается, что Севастополь среди других территорий сейчас в лидерах по оперативности принятия. В некоторых вопросах мы даже специально еще смотрим на то, какие федеральные меры принимаются. Как-то это кардинально прям меняет ситуацию? Какие-то новые дополнения есть? Или это вот так же аренда и прочее? Ну, это на самом деле достаточно широкий перечень мер. У нас же мы работаем по двум направлениям. Есть вещи, которые мы можем принять на уровне восстановления правительства. И на этой неделе, в понедельник, был большой пакет мер рассмотрен и принят экономических пакет, который введен был постановлением правительства. Есть меры, такие как налоговое законодательство, которое регулируется исключительно законами города Севастополя. И здесь я вам благодарен нашему депутатскому корпусу. Оперативно мы собрали, ну, председатель собрал, соответственно, сессию очередную. Она была не такая, не внеочередная, а очередная, потому что еще дополнительно много вопросов было рассмотрено, обсуждено вчера на сессии. Но прежде всего, конечно, пакет экономических мер, он, кстати, вызвал там еще и определенную дискуссию, потому что там коллеги, значит, у нас в том числе и планировали, так сказать, еще дополнительные меры ввести прямо во время сессии на закон. Но мы при этом, у нас работает штаб по экономическим вопросам, которые я лично возглавляю, куда входят у нас депутаты, представители всех фракций, всех политических сил, кроме того, представители бизнеса, ассоциаций. Там все время генерируются новые и новые идеи. И мы вчера приняли вот этот пакет, он, условно говоря, порядка 300 миллионов, он весит 300 миллионов рублей выпадающих доходов бюджета. Это что значит? Это 300 миллионов рублей мы у бизнеса не заберем в городской бюджет, оставим предпринимателям. И фактически все эти налоги безусловные, они касаются и упрощенной системы налогообложения, они касаются предложения арендаторам коммерческой недвижимости, при условии, что они сделают скидку в 50% тем, кто у них арендует, а это прежде всего малый и средний бизнес, они могут освобождены быть полностью от налога на имущество, на недвижимость и на землю. Мы сократили по единому налогу на вмененный доход, ставку прибыли в два раза. В общем, достаточно такие радикальные меры, которых в обычное время никогда не принимается. 300 миллионов недополученных доходов. Но мы здесь должны тоже соблюдать баланс, потому что доход бюджета все-таки это прежде всего социальные выплаты, и мы ни в коем случае не можем привести, чтобы сейчас, сильно увлекаясь освобождением всех от всего, особенно в этом порыве можно освободить и тех, кто достаточно себя в данный момент чувствует спокойно и уверенно, приведем к тому, что не дособерем налоги в бюджет и вынуждены будем какие-то социальные программы в конце года секвестировать. Мне бы этого совершенно не хотелось бы допустить, и поэтому здесь нужен баланс. Но опять же очевидно, что в данный момент мы должны максимально, и я иду на это, и депутаты идут на это, максимально поддержать наш бизнес, потому что сейчас мы им не подставим плечо, то в следующем году мы еще меньше налогов соберем, потому что многие предприниматели просто разорятся. И, конечно же, еще одна, ну и, наверное, первоочередная для меня забота, это люди, которые работают на предпринимателей, которые сегодня фактически остаются без дохода, особенно если предприниматели скажут, что они не готовы ни в каком режиме оказывать поддержку, ни в минимальном, ни в половинчатом размере оплачивать зарплату, просто их выставят на улицу, они придут в службу занятости, и за прошедшую неделю уже на 50% увеличилось число людей, вставших на биржу. Но это прежде всего как раз люди, которые были на официальных трудовых контрактах и которые пришли на биржу, с которыми предприниматели начинают расторгать трудовые отношения, и они, как по федеральным мерам, после 1 марта, потеряв работу, будут получать максимальное пособие по безработице в размере МРОД 12,5 тысяч. И плюс еще большое количество людей, которые не были официально трудоустроены, о чем мы говорили, которые сейчас самые уязвимые, у которых нет возможности встать на биржу, получать максимум, но по каким-то причинам, я подозреваю, по каким, очень страшно здесь все-таки, видимо, сообщить о себе и сказать, что ты работал нелегально в городе. Количество обратившихся небольшое, там порядка 500 человек. Сейчас вырабатываем как раз механизм, чтобы понять, как мы сможем их поддержать в этот период. Потому что, ну, конечно, и 500 человек, которым нечего, не на что купить еду в городе, это плохая история, которую мы не допустим. 417-505, телефон прямого эфира, у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Алло, алло. Алло, добрый вечер, представьтесь. Как-то нам, кажется, надо систему... Застеснялись, застеснялись. Систему телефонных звонков как-то нам надо немножко. Ладно, хорошо, будем ждать, пускай перезванивает. У нас еще здесь вопрос, вот девушка говорит, что может ли она выехать за город своим родственникам, родителям, отвезти пожилым людям на личном транспорте за город без электронного пропуска, если она выйдет и отвезти продукты. Возможно ли такое? Ну вот у нас, к сожалению, ну то есть за пределы города Севастополя, видимо, вопрос этот, который у нас встречается. Здесь, конечно, такого исключения для системы нет, потому что все-таки иначе мы никогда не сможем контролировать. Это все-таки просьба, если есть возможность попросить друзей, которые, там, не знаю, если это речь идет, там, Ялта или Евпатория, или какие-то наши города, республики Крым, все-таки, наверное, можно к кому-то обратиться, перечислить те же деньги, чтобы все-таки продукты или продовольствие доставили. Если нет необходимости ездить на работу и нет соответствующего пропуска, свидетельствующие справки от работодателя, свидетельствуют о том, что человек работает в республике Крым, а живет в Севастополе, то все-таки, ну, я бы просил потерпеть и оставаться дома, не выезжать, а попробовать организовать это дистанционно. Если уж совсем никому не к кому обратиться, то всегда можно в волонтерский штаб позвонить. В республике Крым также работает волонтерский штаб, свяжутся, помогут, решат этот вопрос. Ну, просто воздержаться от этой лишней поездки, потом захочется где-нибудь еще куда-нибудь еще заехать, и все это закончится тем, что, не дай бог, состоится ненужный контакт социальный, который принесет в Севастополе дополнительную, так сказать, инфекцию и подвергнет жизни, здоровью и того, кто поехал, и родителей, и всех остальных. Поэтому без лишней надобности все-таки просьба не выезжать, а найти способ решить вопрос дистанционно. 417-505, у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Григорьевич. У меня такой вопрос. Нельзя ли ввести такую норму? Обязать все торговые центры впускать покупателей только в масках, и чтобы на входе присутствовали места для обработки рук, жидкость для обработки рук. Спасибо. Спасибо, Владимир Григорьевич. Вообще-то жидкость для обработки рук рекомендуется Роспотребнадзором, и многие предприниматели этим рекомендациям следуют, и государственные, прежде всего, учреждения, но и предприниматели многие ставят и санитайзеры, и все необходимое для того, чтобы соблюдать повышенный режим. Вопрос правильный. То, что касается масочного режима, в обязательном порядке он пока не введен, но, в принципе, если даже посмотреть на улицах Севастополя, 70% людей добровольно его соблюдает, и понимают, что, прежде всего, это личная безопасность и личное здоровье. Что касается торговых центров, дополнительно, конечно, мы это будем контролировать, но и это очень важно, то, о чем вы спрашиваете. Прежде всего, для тех предприятий, которые мы сейчас будем с 1 мая разрешать работать, там обязательно, конечно, вот эти все меры в обязательном порядке должны соблюдаться. Но, вообще-то, это рекомендации Роспотребнадзора обязательные для всех. Если где-то такое не соблюдается, просьба тоже сообщать в наш штаб горячей линии. Значит, соответственно, специалисты, имеющие возможность выписывать протокол, вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, таким, значит, торговые заведения будут посещать и рекомендовать все-таки соблюдать санитарные нормы. Вообще, в 2020 году у нас должен был быть главный праздник, это, конечно, День Победы. Но у нас сейчас другие реалии, они нам другое диктуют. И понятно, что парад не состоится. Сейчас есть понимание того, какая у нас будет альтернатива на 9 мая? Полин, я все-таки думаю, что мы в следующую пятницу об этом более подробно поговорим. Еще есть время. Действительно, был огромный план мероприятий. Для Севастополя это вообще просто святой день. Это и День освобождения Севастополя, это и День Победы. И, конечно, очень хотелось в этот праздник, чтобы наши ветераны замечательные оказались на площади, значит, посмотрели парад. Но мы там целый ряд интересных дополнений готовили. Но это все все равно состоится, как сказал президент, парад на Красной площади будет просто немножко перенесен. Поэтому мы обязательно и в Севастополе все эти мероприятия проведем, как только победим коронавирус. А в 9 мая, конечно, мы постараемся максимально дистанционно все формы провести, чтобы, прежде всего, с телеэкранов максимально было количество информации и каких-то знаковых мест мы показали, записали интервью, может быть, дистанционно с нашими ветеранами и так далее. То есть большой перечень мероприятий, которые позволят этот день все-таки провести с праздничным настроением и с гордостью за свою страну и за свой город. Мы готовили к этому дню еще главную улицу, Большую и Морскую. Я сегодня возле нашей телекомпании уже наблюдала, как там все дособирают, уже гамаки, качели монтируют. Улица преобразилась, поскольку давно ее не видишь. Вышел, она совсем другая. Мне кажется, когда у нас снимут режим самоизоляции, севастополец знатно удивляться. Вы вообще наблюдаете за тем, на какой сейчас стадии? Я постоянно там бываю, конечно, практически каждое утро проезжаю, как минимум, перед тем, как на работе оказаться. Потому что, действительно, мы анонсировали, что на этой неделе будет полностью работа закончена. Но я хочу сказать, что она закончена. В принципе, асфальт положен, все работы, все сделано. Мы не успели немножко там реставрационные работы, которые ведутся в рамках проектов. Ну, там, допустим, следующий этап, это реконструкция фасадов, о котором тоже много говорилось. Но когда мы к нему приступать будем, посмотрим. Но, тем не менее, были проекты многих домов готовы. И когда мы делали реконструкцию улицы, допустим, крылечки на Большой морской, все-таки взяли из этих проектов, которые уже сделаны по реконструкции фасадов, и решили все-таки их привести отдельно в соответствие. И поэтому там некоторые крылечки еще доделываются, керманским камнем облицовываются. Есть еще некоторые ювелирные, так сказать, работы, которые делают реставраторы. Но в целом, как бы, все, что касается озеленения, все, что касается света, новая контактная сеть для троллейбусов повешена на укрепленные фонарные столбы, которые выполнены в том виде, в котором они и были, но только современные, новые, усиленные для этих опорных сетей. Обе площади закончены. Поэтому, конечно, улица преобразилась, совершенно очевидно. И много было, конечно, споров и в наблюдательном совете. Очень много каких-то корректив мы внесли по ходу реконструкции улицы. Единственное только вот, что немножко в некоторых местах как-то поторопились, видимо, строители, потому что сроки были жесткие, и асфальт, ну, мне показалось, по крайней мере, недостаточно качественно уложен. Сегодня должна из Москвы. Я специально попросил, чтобы из Москвы прислали независимую лабораторию, провели контроль качества уложенного асфальта. В некоторых местах, мне кажется, его придется переделать, несмотря на то, что уже разметку выполнили и так далее. Но хочется уже, чтобы было прямо идеально. Поэтому вот какие-то еще шероховатости последние, там, не шероховатости скорее, а такие просто, как вы знаете, когда ремонт уже выполнен, начинаешь ходить там, тут маленечко подкрасил, здесь чуть-чуть еще подкрутил, тут поднастроил и так далее. Поэтому сейчас такая фаза, значит, фактически. Но улица готова, улица сделана, улица преобразилась. И я уверен, что, когда закончится режим самоизоляции, ну, жители уже сейчас видят, кто живет на Большой морской. Скоро сейчас мы уберем все там остатки строительного мусора и так далее. И она просто, так сказать, будет еще одним таким обновленным, достопримечательным местом города. Я уверен, что и севастопольцы будут довольны и гости, когда приедут, просто не узнают Большую морскую. Ну, у нас есть еще один звонок, я думаю, мы успеваем его принять. Добрый вечер, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Алешкина Екатерина, у меня вопрос к Михаилу Владимировичу. Добрый вечер. Мы молодая семья, которая участвует в программе молодежной жилища. И обедаем свой сертификат вот с первого числа марта. Ну, по непонятным причинам мы-то задерживали постоянно, но потом объявили карантин. Понятное дело, сейчас нам постоянно, каждую неделю звоню в департамент капитального строительства, и нам говорят, что из-за режима самоизоляции сертификат выдать не могут. Вопрос заключается в том, что заранее начали просматривать уже варианты жилья, в нашу подходящую квартиру по все требования данного сертификата. Продавец, понятное дело, не будет ждать там месяц, два, три. Почему? Пока ориентировочно карантин, самоизоляция до 30 апреля. Но, понимаете, так вот по прогнозам нет никаких сроков. Это будет 1 июня окончания, 1 августа или 1 сентября. То есть каждую неделю для нас растягивает уже как просто бесконечность. И есть подтлабление там, и отделение кучи-то работает, и отделение банка работает. Какие-то, но все равно где-то жизнь у нас есть, продолжается. Но вот вопрос ребром стал только для выдачи сертификата, причем при всем, что прием документов в департаменте на претендентов они ведут. А именно выдача сертификатов невозможна. У меня уже есть предложение, может, ну, выйдите по почте. Может быть приглашать, ну, там, личная какая-то защита по одному человеку. Понимаете, так нужна эта недвижимость двое деток маленьких малолетних. Мы двое взрослых, нет там, собственно, угла. И для нас это каждый день, каждую неделю, это, ну, уже невыносимо долго. Ну, вот вопрос по сертификатам. Катерина, понял. Вы знаете, сейчас сходу вам не отвечу. Единственное, что... Сейчас прямо разберусь после эфира с этой проблемой. Надеюсь, тоже руководитель департамента меня смотрит, который он за жилищную политику отвечает. Просто, конечно, я там знаю, что у нас иногда наш, как это, в чиновничьей среде очень принято. Вот сейчас многое благодаря коронавирусу сразу не делается. Вот это будет после коронавируса, и это. Жизнь продолжается, вы правы, и есть вещи, которые людям остро необходимы. Поэтому разберемся. И, конечно же, мне кажется, там дело, конечно, не в коронавирусе совсем. Но причину я выясню, и с вами обязательно свяжутся, и сообщат вам, в чем проблема, и когда она будет решена, и свяжутся в ближайшее время. Спасибо, что мне подсказали, потому что, честно говоря, мне это из поля зрения выпало, как проблему про эту я не знал. Поэтому сейчас разберусь, обязательно наведем порядок. Ну, и по традиции у нас в конце наши классные ролики, которые готовят наши телезрители. Кстати, самым актемным у нас оказался Вадим Амиров. Мы ему уже вручили свитшот. Сейчас вот покажем. Подарок на расстоянии вытянутой руки, улыбки под защитными масками, дистанция, временная необходимость, город на строгой самоизоляции. Но даже в этом непростом периоде Вадим Амиров видит свои плюсы. Сидеть в четырех стенах и не лезть на стенку от скуки можно, если придумать интересное занятие. Вместе с балаклавским коллективом «Время пить чай» Вадим снимает видео. Актеры поют, танцуют, шутят, но не на сцене. Дома. Даже домашнее Евровидение проводят. Фантазии хоть отбавляй. Но это не все. Вадим Амиров один из активных участников. На конкурс прислал несколько роликов. Все снимал с театральной семьей. И с юмором. В этом клипе каждый читает свой монолог. Такая вот репетиция на дому. Даже назвали работу как спектакль «Турандот». Куда? Тимур на стиральной машинке полетел. Сказочная, футболная поляна. Отец? Эй! Ну я ж не знала, что она изнутри. Ну не открывается, а! Эй! Вот так вот. Так что мы ждем ваших роликов опять. Обладатели свитшотов их получат обязательно. Ну те, кто выиграли. Ну а нам пришло время прощаться. Уже час пролетел. Михаил Владимирович. Да, хороших выходных, севастопольцы. Со всем мы справимся. И обязательно научимся жить в этих новых условиях. Жизнь в городе у нас будем сейчас перезапускать. Просто главное это, чтобы мы могли в этих условиях оставаться людьми, беречь себя, заботиться о близких. Все, что будет необходимо от государства, все будем стараться делать быстро, хорошо, максимально качественно. Поэтому хороших выходных и доброго вечера. Остаемся дома. Спасибо большое за эфир. Субтитры подогнал «Симон»!